Друзья, появился такой очень хороший момент, был я на выставке в Пинске и заехал на участок к виноградару Алексею Первому и хочу дополнение сказать про его форму 1-6. Мы сейчас находимся вот перед кустом, сегодня 12 сентября и смотрите, уже ничего не осталось, вот он держит в руках последние, так сказать, гроздочки и хочу, Алексей, от тебя услышать, ты как селекционер, как оригинатор этого создания твоего, расскажи своими устами, своими словами, как форма ведет у тебя твоя, вот эта форма, что ты придумал на твоем участке, как она показала. Вкус, все расскажи. Значит, первое плодоношение было в 19-м году, вот, это уже третье плодоношение. Созрела она 10-го августа в 19-м году, вот, ранее было созревание и во вкусе чувствовался легкий мускат. Вот, естественно, оставили все это висеть дальше, проверять и через месяц мускат, скажем так, ну, то ли ушел, вот, ну, люди некоторые говорят, что вроде как остается, ну, я его явно уже не чувствую. Вот, сахара становится чуть больше за счет того, что, скорее всего, кислота уходит, ну, вот. Сам по себе форма продолжает висеть и висела очень долго, вот, в тот год последняя ягода была снята вообще в октябре месяц. Долго висит, да, это хороший показатель. Да, висела она очень долго. И во вкусе ничего не поменялось, только мускат пропал, да? Да, пропал мускат. Жидкая не стала ягода? Нет, ягода хрустящая, с таким подхрустом приятная. Да, подхруст есть, друзья, у меня есть подхруст. Вот, смотрите, в руках у него такие вот розочки. В этом году вот эта пасынковая гроздь, вот, вот с ребятами тоже меряли. Она будет тоже с сахаром? Да, и причем сахар на сегодняшний день 16 бриксов, но здесь чувствуется... Алексей, может, разрежешь пополам ягодку, посмотрим, что внутри. Вот такая, друзья, консистенция в ягодке. Вот уже на пасынках, видите, косточка... Плотная. Желтизной, да, консистенция такая плотная. Видно, что ягода сочная, смотрите. Косточка уже начала менять цвет. Косточка уже, да, желтеет. Это пасынки. Пасынковая, соцветия, да. То есть если ее загнать в теплицу, два урожая точно будет. Ну да, можно попробовать. И ягодка тоже, видите, не мелкая. Тут храм 8-10 точно будет. Так, Алексей, еще скажи, по вызреванию лозы. Хотя, друзья, могу показать. Видите, тоже попал Алексей под град. Это вот градобойный. Вот, видите, попал. Ну, лоза уже зреет. Лоза зреет. Где-то она, ну, метра два точно уже вызрела. И она вызревает. Как по коренению? Как укореняется? Укореняется легко. Укореняется хорошо. Вот. Быстро. И в этом году уже вот двухлетние саженцы уже некоторые даже уже и соцветия начали выкидывать вот под конец сезона. Надеюсь, форма будет развиваться. Будем проверять. Будем проверять. Я знаю, что же в Минске есть. Вот у меня в Лидии есть эта форма. Будем ее дальше испытывать. В Самохваловичах пробовали. В Самохваловичах тоже пробовали. Да, я слышал. Ну, это радует. Это радует. Наши, наши, белорусы. Будем работать дальше. Ну, тебе одно замечание, Алексей. Дай название. Дай название. 1.6 – это некрасивое название. Уже появилось рабочее название. Да, рабочее название. Можешь, если хочешь сказать, если не хочешь, можешь не говорить. Ну, мы еще… В разработке, друзья. Да, подумаем. Вот такой момент. Это очень серьезный результат и очень серьезный такой момент заявлять так вот официально. Поэтому пока мы не спешим. Хорошо. Пройдет еще испытание. Будем, друзья, буду тоже показывать на своем участке, как она дальше поведет. Форма Алексея Первого. Под номером номерной знак у нее или номер 1-6. Шестое место. Шестое место. Да. Вот, друзья, что я вам хотел рассказать в этом ролике. Еще раз спасибо тебе, Алексей, что пригласил на участок, попал. Хоть уже, конечно, к тебе поздно. Ю в Белоруссии, Пинчино, уже виноград практически весь срезан. В следующем году, если все хорошо, лучше, конечно, в августе. Это более объективно. То есть сейчас, на сегодняшний день, это уже давно можно было снять, и этого уже бы не было. Да, согласен. Ну, вот висело. Все дожди прошли. Вот, дождей у нас было очень много в этом году. У меня тоже дожди, она прошла, не треснула, что очень немаловажно. И по болезням выдержала болезнь. Да, все хрустя, то есть плотность ягоды не размыла, вот, то есть осталась такой же хрустящей, сладкой, что и нам. Ясно, Алексей. Удачи тебе, здоровья. Ну и дальше радуйся, расти. Я имею в виду виноградарстве и виноделии, и выводи новые свои формы, выводи. Мы будем очень рады испытывать на своих участках. Будем работать. Всего доброго, здоровья, пока.